В 856 дней осталось до церемонии открытия Всемирной универсиады 2019, как показывают вот эти вот часы. Состоится она в Красноярске. Подготовка к студенческим играм идет сейчас по всем направлениям. В строительстве и реконструкции спортивных объектов, работа с волонтерами, разработка транспортной схемы и многое другое. И в каждом из направлений подготовки непосредственное участие принимают краевые депутаты. В законодательном собрании уже давно сформирована комиссия, которая занимается вопросами универсиады. В новом составе собираются впервые, поэтому необходимо было обозначить план работы на конец 2016 и на начало 2017 года. Председатель комиссии Павел Ростовцев подчеркивает, что депутатам предстоит очень быстро вникнуть в суть. Много уже сделано, но впереди не меньше работы. Что касательно самого главного или не главного, здесь мы, наверное, это сегодня на комиссии примем решение. Но то, что контрольные функции, которые законодательное собрание обязано и будет выполнять, как заходом строительства, реконструкции спортивных объектов, подготовки наших спортсменов к этому мероприятию, подготовки города, благоустройства его. И вообще в целом формирование, как мне кажется, сейчас мы в этом немножко отстаем, такого позитивного образа универсиады, вот мне, думаю, это одни из ключевых задач нашей комиссии. Один из приоритетных вопросов, за которым особый контроль, реконструкция и строительство спортивных объектов. Один из них – Ледовый дворец на партизаны-железняка. Сейчас строитель на стадии установки свай. А вот на площадке Платином-арена работа идет с опережением сроков. Депутаты во время комиссии приняли решение провести в ближайшее время выездное совещание, чтобы самим увидеть, как идет строительство. Работа предстоит напряженная. И все же Красноярск уникальное место для проведения подобного рода соревнований. Когда был последний визит в ФИСУ к нам, мы имеем две уникальные возможности, которые можно хвастаться, рассказывать на мировом уровне о том, что первое, что мы уникальный город не только в России, но и в мире, который в черте города Красноярска может провести как снежные, так и ледовые дисциплины. Таких городов практически нет в мире. До любого объекта ходит городской автобус. Также краевые депутаты войдут в состав организационных комиссий, которые занимаются подготовкой всемирных спортивных игр по всем направлениям. Это возможность для краевых парламентариев узнать детали и внести свои предложения. Тот, кто хочет работать, будет нормально, освоит быстро все. Тем более, эти рабочие группы, про которые шла сегодня речь, они работают в постоянном режиме, поэтому при желании можно углубиться буквально за две недели в любую проблему. Тем более, как мы сегодня и советовали новым депутатам, нужно познакомиться с работой предыдущей комиссии, потому что было очень много вопросов, очень много протоколов. Потом познакомиться с мастер-планом, потому что все идет по плану, по графику. Пройдет всемирная зимняя универсиада в Красноярске со 2 по 12 марта. Планируется, что на соревнования приедут более 3000 спортсменов из 50 стран мира. И на несколько дней край превратится в мировую спортивную площадку. Екатерина Погорелова, Денис Тимошенко. Новости. Новости.